Утречка всем всеядной здрасте! От Селеги начинается предпоследний день выживания на ваших посылках. Растянулось это видео на полгода. Посылка сегодня из Талина. Открываем. Нет, не из Талина, а из Талина. Таллин, город такой есть. Эстония, ребят, посылка из Эстонии. Кстати, ребят, знаете, что я заметил? Этот медведь, который вчерашний из Канады, это же символ моего канала, оказывается. Вот, смотрите, на моей кружке вот он, такой же медведь. У меня, оказывается, канадский медведь. Ну, ладно. Итак, смотрим, что в этой посылке. На почте не разрешили отправить консервы, медвежатину, лосятину и шпроты. А шпроты почему нельзя было отправить? Консервы вообще не разрешили. А, я думал, секретный какой-то ингредиент в шпротах они есть. Жалко, что без консервов, наверное, останешься голодным, пишет мне Илья. Илья, большущий привет заранее. Спасибо. Здесь, кстати, посылка открывается никак. У нас на Почте России посылка открывается, вот как она и должна работать, вот такой вот лентой. Смотрим, что внутри. И все посылки, я напомню, отправлены были для выживания. Поэтому здесь набор примерно на одни сутки. То есть на завтрак, на обед, на ужин. Что есть у меня? Смотрим. Хлебцы необычно нарезанные. Это не хлебцы, это там вот сайка темного, нарезанная тонко очень. Сейчас покажу ближе. Какой-то жидкий пакет. Прям жидкий. О, чай. Чай я тоже люблю. В каждой посылке чай. Тончик какой-то. Печеньки. О, прикольно. Печеньки. Не знаю, что это. Нарисована капуста. Посмотрим. Так. Все какая-то очень необычная упаковка. Скорее всего, это не дешевые продукты. Еще что-то непонятное. О, кот. Такого мне в посылке еще не отправляли. Зеленая гречка. Так. Какие-то мармеладки. Что такое? Еще один батончик. О, еще два батончика. И вот такой вот. Что это? Что такое? Тактический фудпак. Все. Здесь больше ничего нет. Это для туристов какой-то пакет специальный. Здесь нарисован его для кемпинга и путешествий. Тактический сухпайок. Гражданский сухпай. Интересно. Вот про него как раз мне Илья и писал. Это сублимированное питание. Разберемся. Первый раз такие вижу. Гражданские сухпайки. Интересно. Ну что ж, ребята. Вот так выглядят эстонские продукты. По стоимости не знаю. Чека внутри не было. Поэтому выбираем что-нибудь на завтрак и сразу завтракать. Поехали. Да, Артем. Так, ко мне друг приехал. Заходи, я как раз сейчас буду завтракать. Сейчас вместе завтракать будем. Сейчас выйду встречу. Дорогой, заходи. Заходи, дорогой. Артем вот пришел ко мне в гости наконец-то. Заходи, заходи. Привет, Артем. Привет, Артем. Я боюсь сам. Ну что, как раз вовремя пойдем. Она добрая. Пошли. Так, знакомьтесь, Артем. Кто не видел Артема? Да, кто не видел Артема? Тысячи лет, тысячи зим. Пойдем. Привет. Так, ну что, ребят, давайте завтракать, да? Итак, на завтрак мы выбрали самое интересное. Попробуем вот такой сухпай, тактический фудпак называется. Капустные чипсы. Артем открывает чай уже и вот эти печенюхи. Плотный завтрак. Рассчитанно посылка была на одного человека. Ну, ладно, на двоих. На двоих тоже пойдет. Слушайте, хорошо, что Артем зашел как раз. Да у меня режиссура в крови. Сейчас как раз поснимает вместо оператора. Это еще не пакетик, прикинь, это не пакетики. А, что там? Это прям вот рассыпной чай. А, рассыпной чай, но у меня есть заварочный чайник. Так, ищем заварочный чайник. Ребят, оказывается, вот эта штука, я думал, здесь что-то будет пакеты, но это рассыпь. Смотрите. Покажи мне. О, макарошки. Мне кажется, это суп. Прям, наверное, туда воду заливают и едят. А, точно, здесь же есть инструкция. Смотрите, заливаем 300 миллилитров воды и просто перемешиваем. Оставляем на 8 минут. Поснимай? Да, поснимай, пожалуйста. Так, что здесь есть, смотрим. Это пакет, это абсорбирующий пакет, чтобы суп сухой оставался. Ну вот, смотрите, макарошки, кусочки мяса. Если это сравнивать с обычным дошиком, это божественный дошик. Потому что, смотрите, макарошки. Кусочки сублимированного мяса. Лучок, морковка. Все аккуратно нарезано. Зеленая, скорее всего, стручковая фасоль. Грибы. Вот, коричневая. И суповая основа. Пахнет приятно. Пахнет овощами. Не пахнет дошираком. Слушайте, классный супец. Завариваем. Будешь такой? На завтрак. Там ничего, там больше нет никаких пакетов. Точно нет? 300 миллилитров воды сюда. Никакой отметки нет, но я думаю, что примерно так это должно быть. Я бушнул сюда пол-литра. Закрываем. Кстати, устойчиво стоит, смотрите. Прикольно. Да? Ребят, смотрите, как интересно здесь устроено оказалось. Мы думали, что чай нужно заваривать в чайнике. А открыли вот эту упаковку. Здесь обычные пирамидки. Пахнет мятой. Ребят, это самый, наверное, ароматный чай, который я вообще нюхал. Одна мята по вкусу. Здесь мята хоть нарисована, да? Да, есть нарисована мята и черная смородина. Пахнет. Пахнет очень вкусно. Так, завариваем сразу по пакетику. Распаковываем печенюхи. Похоже на наш ленинградский, только сильно запеченные. Да. Пахнет вкусно. Ну, это вообще обычные печеньки. Ребят, смотрите. Здесь пока никаких сюрпризов не было. Открываем пакет с капустой. Капустные чипсы. Наверное, капустные чипсы. Смотрим, что это. Кстати, пахнет прям капустой сушеной. Вот если у кого в холодильнике долго... Наверное, ни в кого настолько долго не лежали чипсы в холодильнике. Артем, закрой глаза, просто понюхай, как это пахнет. Это пахнет кислой капустой. Пахнет сушеной кислой капустой. Смотрите, как это выглядит на тарелке. Что в пакете не показывать. Но вот это вот... Что это такое, ребят? Кто это пробовал хоть раз? Как это вообще его подкреплять? Может, в суп надо было кинуть? Да не блядь. Наверное, это просто как чипсы есть. 50 грамм. Состав. 98% капусты. Соль и черный перец. Все, ребят, налетаем на супец. Артем, первый раз просто у меня. Так, ну что? Так. Он тоже пахнет к капустой? Может, он слушает, чипсы тоже капустные? Понюхай. Пахнет дошираком, кстати. Лапшой какой-то. Да? Чуть-чуть. Ну, на вид он, конечно... На вид? Ну, вот смотрите, какой он на вид. А почему одна тарелка у вас? А давай в тарелке просто покажем. Здесь не видно ничего. А я прямо с этой буду есть. Проверю по тесту, как это... Если есть... Не-не, на природе как это есть. Я по тесту прямо отсюда. Из пакета. Так. У нас получилось... Хватит, хватит. Ну как, хватит. Пополам. Держи. Ешь. Вот, смотрите, как это выглядит. Выглядит классно прям, кстати. Густой бульон. Здесь много овощей. Мясо тоже распарилось. Это же все просто сублимированные продукты. Макарошки, как обычные макарошки. Горошек зеленый. Смотрите, коричневые грибы. Ну, это просто бомба. Вот внешний вид мне очень нравится. Коричневый... Не коричневый, а вот желтый. Что это такое? Ананас, нет? Он такой ананас цветный. Позитивный. Ты пробуешь прямо стрелки. Я проверяю, как это естся из ложки. Как это естся на природе. С края. Держи. Ну как тебе супец? Слушай, гораздо вкуснее, чем выглядит. Я думаю, он скажет, гораздо вкуснее, чем ты обычно готовишь. Ну, чем выглядит? Да, как он выглядит, мне не нравится. По вкусу офигенно. Выглядит он как обычный, такой домашний, разваристый. Когда дырмышлено развалилось, стоял на плите, и вот мы решили его поесть. Вот так он выглядит. Не, ну хорошо, что это все сублимированное, и то, что было, это все развалилось, и получился как нормальный суп. То есть, выглядит как суп. Тебе и стон заплатят, что ли? Не могу понять. Кстати, продуктами. Они медленные тут продукты, очень медленные. Забыл сказать тебе, что эта посылка у меня с января лежит. Ну, эстонская посылка, нормально. Но здесь у нас, в принципе, ребят, суп сублимированный, это очень хорошо было продумано. Капуста сухая, печеньки сухие, здесь чай тоже сухой. Все лежит очень хорошо. То есть, классно продуманная посылка. Артем у нас первый раз, да, ты раз, и последний. Артем первый раз приехал в гости сюда, мы же переехали недавно. А помнишь, мы с тобой готовили что-то на грилях, да? Видела старое есть еще, было что-то снимали, мясо готовили на гриле. Интересно, есть оно еще на канале? Есть на влоговый. А, ну ссылку оставим на влоговый канал, Настя рядом сидит, тоже подсказывает. Коричневое, что это такое? Кожа на шампиньон, ну кусок шампиньона. Может лучше не знать, просто ешь. Ты не видел, что вчера было коричневое? Не-не, не подумай. Неплохо сказал. Если были улитки. Хочешь улиток попробовать, они сейчас стоят здесь. Ребят, нашел улиток. Гваст или ты, боже мой? Это консервированный. Слушай, а помнишь, мы с тобой жарили этих беззубых? Да, да. Суксусом. Мы на Дону, чтобы когда отдыхали? Да, да, да. Мы когда отдыхали на Дону, 10 дней прожили прям дикарями, как настоящие, как-то лучше сказать. Ну, в общем, дикарями прожили на Дону. Мы там жарили личные ракушки. Вот такие вот они большие были, помню. Там их очень много. Водилось на берегу. Ну, как обычные моллюски, слезаете, вначале разрезаете, они открываются, и мы их жарили прямо на костре. Ну, в основном, ноги жарили, что отрезали там все это остальное. Слушай, так мы там были вообще практически в детстве. Что интересно, сколько нам было? Лет по 16? Ну, да. Ну, сейчас подумай, чтобы кто-нибудь отпустил на 10 дней ребенка. Ну, раньше как-то поспокойнее было. Было спокойно? Да. Не как наша последняя поездка. А как наша последняя поездка была? Когда было неспокойно. Когда я пошутил за тема того, что ночью придут нас ограбят, это обеспокоило. Понимаешь? Ну, мы с вами съездили. А, когда последний раз съездили вдвоем. Да, какие-то мужики посмотрели и ушли. А, да, да. Мы же потом вернулись. Мы спустя сколько лет, 15 вернулись на то же место. Откопали вот эту там капсулу времени. Мы закапывали там посылки. Так, ладно, ребят. Я тоже наелся супа. Это точно не на одного человека порция. Написано, давай, 300 миллилитров воды. Да и целая кастрюля. Это реально получается целая кастрюля. Я, наверное, больше добавил, но он все равно густой получился. Ты видишь, как он густой? Да. Здесь по-любому было не 300 миллилитров. Может, это каша? Да нет, написано суп. Или нет, одна порция, смотри, 125 грамм. Да нет, эстонцы, может, так едят, но это очень много. Очень много, ребят. Все семена кормит. То есть у меня осталось половину где-то. Да, я уже тоже наелся. Так, ладно. Но это реально была курица. Это реально курица с лапшой и много всяких овощей. Это настоящий суп. Но это лучше, чем наши дошки. Это прямо вот 100%. Пробуем чай. Да, точно, лучше, чем дошки. Кстати, это дошка, тот же самый дошик просто быстро завалился. Ладно, я тебе могу, кстати, еще всякого разного чая на пробу дать. У меня хранится чай. Я с той квартиры перевез, у меня всякого разного чая на обзор. Уважаю чай. И вот это, конечно, шедевр. Так, по вкусу. Он очень ароматный. Это и мятный. Ты почувствовал сразу на языке? Мята здесь процентов 80, наверное. Мята здесь. Просто как будто напихали мяту одну. Сильно мятный чай. Печеньки-то не ешь, на. Пробую печеньки. Да, попробуем печеньки. А я попробую пока вот капуста. Обычная капуста сушеная. После мятного чая, ты знаешь, то еще удовольствие. Мятная капуста. В Испании также делают лук. Им там посыпают еду и прочее. Может быть, это то же самое? Мне кажется, здесь перца не хватает. И соли. Она просто как капуста. С соли и перца очень мало. Вообще забавно, что это не просто сушеная капуста. Походу, она правда кислая капуста. Да. Может, она прокисла? Не, вряд ли. Я думаю, что это особенно. Может, эстонцы там фанатеют по кислой капусте. Не знаю, там что-то на Кипеде. Реально, кислая капуста. Сушеная капуста. Необычно. Состав. Кислая капуста. Кислая капуста, на самом деле. То есть, после того, как ты ее поел, ты начался читать по-эстонски? А здесь по-русски написано. Кислая капуста. Да? Да. То есть, вначале по-эстонски написано, а потом по-русски. Хотя печеньки не оригинальные. Ты попробовал? Нет. То есть, вот такие печеньки можно купить в наших магазинах. Печеньки. Пробую печеньки. Ну, они мягкие. Зато они мягкие. Овсяные печеньки, ореховые. Овсяные ореховые печеньки. Вот это хочешь попробовать? Да я даже не знаю, что это. У них такие помятные конфетки, что ли? Да, это похоже на... Мятный мармелад. Опять мятный. Давай, мятный чай с мятным мармеладом. Мне кажется, слишком мало мяты. Слишком мало мяты. Так, ребят, открываем мятный мармелад. Артем решил съесть у меня все, что сегодня на целый день, на завтрак. Ну, давай попробуем. Ну, чтобы не оставаться у тебя до обеда, давай поедимся сейчас. Давай. Давай пробовать. Так, ребят, это мятный мармелад. Небольшая упаковка, 150 грамм. У нас мятный мармелад с мятным чаем. Пробуем. Ты чувствуешь мяту? Я нет. Я тоже. Давай еще раз пробуем. Слушай, мне кажется, просто чай настолько мятный, что здесь мяты уже не чувствуют все. Вот обычные мармеладки. Очень сладкие. Даже вкус, даже вкус непонятно чего, но обычные мармеладки. Что, ребят, это, наверное, был самый необычный, вернее, по блюдам самый необычный завтрак. Печеньки, квашеная капуста, мармелад, мятный чай и суп на завтрак. Это было очень сытно. Встречаемся на обед. Приключаемся на обед. Ты на обед останешься? Да? Подумаю. Ну, сейчас мы поболтаем. Если Артем проголодается, тогда еще будет обед с Артемом. Итак, время обеденное. Продолжаем есть, выживать целый день на продуктах из Эстонии. Артем уехал дальше по делам. Он приезжает сюда с Москвы ко мне. Не так часто, как я к нему в Москву езжу. Но все равно иногда приезжает он сюда ко мне. Итак, в общем, он дальше уехал по делам, не стал ждать обеда. Итак, обед. Открываю вот такой вот супец. Ой, ой, какой он странный. Это не суп. Это похоже на пюрешку какую-то. Похоже на какую-то пюрешку. Или это не пюрешка, или это крем-суп. Надо перевести. Пахнет. Непонятно, чем пахнет. Ладно. Короче, загадка. Сейчас достал на переводчик. Тогда посмотрим, что это такое. На обед еще съем вот... А, это миндаль. Отлично. И сразу все батончики открою. А на ужин тогда уже будем давиться гречкой зеленой без ничего. Вживание все-таки. Поэтому гречка зеленая будет с сухарями и квашеной капустой. Размочим, что-нибудь придумаем. Вот тут настоящее будет бомж-вживание. Ага. Овощи. Экологические овощи. Суп-пюре с куриным филе. Готов к еде. Спасти его надо, написано. Окей. Это мне нравится. Всякий случай надо перевести вот эту упаковку. Потому что жареная миндаль... Это я прочитал. А что еще здесь? Курительный агент. Жареный миндаль с курительным агентом. Дрожжевой экстракт сельдерей лактоза. И усилитель вкуса. Вот он какой, оказывается. Жареный миндаль с усилителем вкуса. Ну что, ребят, суп-пюре готов, разогрелся. Весь обед на столе. Вот такой вариант бомж-обеда из Эстонии. Здесь у меня целых 4 батончика в глазури. Миндаль и суп-пюре гороховый по сроку годности нормальный. Можно есть. Давайте пробуем. Страшновато? Немного. Ну ладно. Нормально. Он немного кислый, однородный. Жалко, кусочков курицы там нет. Настоящий суп-пюре. А вот кусочек чего-то. Он когда-то упал, и я его не могу найти больше. Нормальный суп. Давайте сухарики тоже сразу открою с супом. На ужин остается только гречка, получается. Но ничего, гречка тоже можно зеленую есть спокойно. Без ничего. Эти сухарики. Это нарезанная черная сайка темного. С семечками. Семечки разные. А, вот это вот смотрите. А вот это белое, это посыпка из чеснока сушеного. Вот здесь прям куском лежит. И на некоторых она тоже, на некоторых кусочках она просто куском лежит. Неравномерно. У них срок годности закончился, кстати. 25 апреля. Сейчас у нас начало мая уже. Даже у сухариков срок годности закончился. Ну а что будет с сахарем? С сахарем уже ничего не будет, правильно? Они могут год храниться. Так, ребят, побеждаем сахари и суп. Они очень острые, поэтому надо аккуратно есть. Артем, это мой друг детства. Кто, сейчас немножко подведу, чтобы, кто не знает, кто не усмотрел раньше его видео у меня. Это мой друг детства. Мы с ним еще в школе познакомились. Потом он работает. Последние 20 лет в типографии. Вначале здесь, в Волгограде. Потом переехал в Москву. И получается, я с ним уже в его типографии где-то год работаю. Ну, как сказать, работаю. Все, что можно делегировать мне на удаленку здесь, сюда, я делаю здесь. Но все равно некоторые вопросы по удаленке решить не получается. Мы несколько раз. Либо я к нему раз в год приезжаю, либо он сюда приезжает, и мы встречаемся. Поэтому Артем не специально приехал сюда для того, чтобы позавтракать у меня эстонской едой. Объел меня практически так. Вот вчера бы он приехал, у меня посылка из Канады была. Это было бы круто. Помог бы мне. А сегодня у меня маленькая посылка. В общем, он не специально зашел объедать меня, а случайно. Так что, если кому нужно что-то напечатать или издать, обращайтесь к нам. Мы запросто это сделаем с большим удовольствием. Ну, а бонусом, например, можем сделать вам рекламу нового вашего же произведения на моем канале. Должен же мир узнать о том, что вы пишете. Правильно? Правильно. Бесплатно сделаем рекламу. Рекламу обычную я не делаю. Но то, что мы, чем мы занимаемся, я думаю, это можно отрекламировать. То, что вы пишете. Тем более, людям будет интересно, что пишут наши мои подписчики. В общем, опечатаем мы все. Все, что хотите, печатаем. Практически все печатаем. Так что, пишите. Ссылки оставлю тогда на наш сайт. Ну, и тогда ВКонтакте вам проще писать. И пишите от Сереги, если хотите, чтобы вы отрекламировали. Чтобы мир узнал, о чем вы пишете. Ну что, давайте пробовать батончики. Чай заварился. Миндаль. Давайте миндаль попробуем вначале. Чай горячий. Действительно, миндаль со вкусом дыма. Вряд ли его коптили прям в дымовой камере. Но он... Он прям пахнет дымом. Прям костром. Так, что у нас по батончикам? Целых 4 штуки. Красный, фиолетовый, черный и кокосовый. Разрежу-ка я их, знаете, как красиво. Вот так разрежу. Чтобы можно было сразу все посмотреть в сравнении. Я очень надеюсь, что они какие-нибудь кокосовые все. Я очень люблю... Нет, все же они кокосовые не могут оказаться, правильно? Я просто люблю кокосовые. Но в таком порядке я их разрезал. Что соответствует разложенным этикеткам здесь у меня на столе. Они все с разной начинкой. Но что это за начинка? Надо сейчас будет пробовать. Нормальный обжор получается, кстати. Мне очень нравится, когда есть и сладкое, и первое. То есть суп у меня был, и десерт есть, и орехи. Они очень сытные. То есть это же просылка-то была на выживание, и это все должно было быть на один день. Даже вот такая не самая большая посылка, но все равно есть очень много. Целых 4 батончика. Ладно, давайте пробовать. Вначале кокосовые съемы, мои любимые. Обожаю кокосовые. Это прям баунти. Один в один баунти. Вот интересно попробовать. Таллин. Называется Таллин. Что такое начинка Таллин? Сейчас мы это узнаем. Или не узнаем, потому что я этим не перевел ничего. По вкусу будто это ликер какой-то. Марципан. Здесь по-русски подписано марципановый батончик. А что такое марципан? Для тех, кто как и я не знал, что это такое. Марципан это смесь сахарной пудры с обжаренным и измельченным миндальным орехом. Используется как для начинки, как кондитерские изделия. Все понятно, ребят. Марципановые, они все, оказывается, батончики. Да, все марципановые. Только этот с ликером получается. Начинка с ликером с каким-то. Вот что-то я на этот батончик налегаю, налегаю. Не может быть он будет прям с алкоголем, нет? Фух, ребят, я объелся. Реально это было очень вкусно. Супец я весь, кстати, съел. До дна. Значит, нормальный был суп. Вот такой вот был. Такая упаковка. Не порвалась, кстати. Хорошо, что в посылке не порвалась. Если порвалась, было бы ужасно. Ну что, переключаемся, ребят? Поехали? Дай петиху еще раз. Итак, осталось только отужинать. На ужин у меня будет гречка. Гречка сегодня необычная. Гречка зеленая, то есть не жареная, не коричневая, обычная зеленая. Прорастить ее, скорее всего, не получится. Не пробовал. Она просто сечка. То есть поломанная такая гречка. Раньше сыпем гречку сюда, целый стакан. Сюда два стакана воды. Осталось поставить все это вариться минут на 15-30. И в конце варки добавлю еще квашеную капусту. И все, ужин будет готов. Поехали. Вот так вот, значит, выглядит мой сегодняшний стакан. Сегодняшний бомж-ужин. Гречка отварная, зеленая и квашеная капуста отпаренная. Соль, перец я сюда не добавлял. Чай заварил. Давайте пробовать бомж-ужин по-истански, значит, у меня сегодня. Так, ну и еще печеньки. И печеньки и мармеладки тоже к чаю у меня сегодня есть. Еще... А, вот еще два батончика недоеденных. Вот, два батончика. Последние вот, понадкусанные. А, и сухари у меня еще. Сухари же тоже. Сейчас сверху положу вот так вот. Пусть они отпарятся, тоже чуть помягче станут. Намного интереснее стало выглядеть. Но пахнет все равно, конечно же, это квашеной капусты. Ну что, давайте пробовать. Она белая, кстати, не зеленая. Прям капуста-капуста квашеная. Мне кажется, я гречку испортил. Надо было просто гречку есть. Квашеная капуста ядреная. Просто ядреная. Капуста перебивает весь вкус гречки. Я гречку обожаю. Просто вареную гречку. Или пророщенную, если зеленую. Прям запросто могу съесть. Просто пророщенную. Даже холодную. Но сейчас гречки вообще не чувствуется. Одна капуста. Я ее даже немножко положил. Все равно капуста одна. Ну ладно. Побеждаем ее. Зато это все натуральное. Исключительно натуральная гречка. Капуста. Никаких дополнительных там химикатов нет. Я пытался найти рецепт какой-нибудь национальный. Я думал, может это национальный рецепт. Но ни зеленой гречки, никаких эстонских. Я рецептов не нашел. Ни сквашеной капусты. Не знаю где. Наверное, деликатесы какие-то в основном. Раз рецепт я ни одного не нашел. Все лучше, чем сушеную. Сушеную как чипсы вообще невозможно. Так, я точно все попробовал сегодня. Суп я поел. На завтрак суп поел. Сухари, чай. Мятные. Да, мятные мармеладки. Печеньки. И, ребят, я лучше сухари поем. Это очень сложно. Не заваливайте гречку с квашеной капустой. Или пишите мне нормальный рецепт. Сегодня, хоть это было и красиво, но это было ужасно, ребят. Все это было очень интересно попробовать. Особенно квашеная капуста, которая, вот как ее, куда ее интересно добавлять. Наверное, в какие-нибудь щи. В суп. Может быть, в суп надо было добавлять. Но вот я попробовал в гречку. Это не добавило гречке вкуса. Вернее, ну, вкус добавило. Но не сделало ее более вкусной. Гречка, она бы и так хорошо, прям, можно было бы съесть. Возможно, ее есть надо как снэк, но она слишком, вот она, кусочками. Она прям кусочками. И к вечеру она, кстати, размякла. И она уже не такая хрустящая. Но она слишком мелкими кусочками, чтобы есть ее как снэк. Скорее всего, это как заправка к чему-то. Но я вот не нашел в интернете, к чему ее квашеная капуста. И в каких рецептах ее могут эстонцы использовать. Ну, в общем, очень необычная штука оказалась. Я ее попробовал. На этом, в принципе, все. Еще один день прожитый. В копилку отправляется день прожитый на ваших посылках. Ребятам огромное спасибо за интересные продукты из Эстонии. Увидимся через пару дней. Следующий давайте шашлык готовить. Я уж прям соскучился по нормальной еде. Давайте их сейчас что-нибудь приготовим. Шашлык давайте. Делать обзор шашлыка. А, еще одна посылка у меня белорусская же. Точно, еще белорусская посылка. Давайте сделаем перерыв. Оставлю ее напоследок. Самая вкусная, самая интересная. Пусть будет из Беларуси. Небольшая такая посылочка у меня еще лежит. Может, даже на выживание ее оставлю. Пусть у меня на черный день лежит. На этом все. Как всегда, встретимся на этой кухне. Сеядный Серега ждет вас через пару дней. Ешьте с удовольствием. Готовьте с удовольствием. Не готовьте квашеную капусту с гречкой. С вами был Сеядный Серега. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok